Верхний Волжье продолжает участие в национальном проекте «Жилье и городская среда». Всего в регионе до 2024 года включительно планируют ввести более 4,5 миллионов квадратных метров. Темпы строительства даются сохранять, даже невзирая на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. За первые три месяца текущего года в Тверской области на 12% увеличился ввод жилья в эксплуатацию. Всего это 575 домов, в том числе 557 зданий индивидуальных застройщиков, оставшиеся 18 многоквартирные дома. На прошедшем заседании регионального правительства говорили о том, что необходимо сохранять такую позитивную динамику выполнения строительных проектов. Ведь эта отрасль замыкает на себе большое количество предприятий в различных отраслях экономики. Сейчас наибольшее число многоквартирных домов построено в Твери, Калининском районе и Торжке. Продолжается строительство жилищных комплексов в столице Верхней Волжье и области. Планируется ввести эти объекты в эксплуатацию до 2024 года. Сейчас самая главная задача – это синхронизировать работу ресурсоснабжающей компании, глав муниципалитетов по выделению участков пригодных для развития жилищного строительства, чтобы они были удобны и для граждан. И это был комплексный подход с пониманием дальнейшего развития инфраструктуры, в том числе и социальной. И третья часть, конечно, это очень важна – это поддержка строительной отрасли. В этом году по инициативе главы государства начали действовать меры поддержки строительной отрасли, а именно льготная ипотека, выделение государственных средств на достройку домов обманутых дольщиков и покупку строительных компаний готового жилья. Это особенно важно во время пандемии COVID-19. Некоторые эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация с распространением вируса может в какой-то степени даже помочь развитию строительной отрасли Тверской области. В частности, речь идет о переезде людей из крупных городов в небольшие населенные пункты. Более того, надо понимать, что сегодняшняя ситуация, которая развивается в мире, в России, в Тверской области, в том числе связанная с коронавирусом, она неким косвенным образом может на пользу пойти строительному сектору. И решение этой проблемы ввиду перенаселенности, скажем, Москву мы возьмем. Я думаю, что по прохождению этого кризиса, связанного с пандемией, мы будем наблюдать в какой-то длительной перспективе определенный отток из таких мегаполисов, как место концентрации людей и, соответственно, определенной опасности. В регионе продолжает действовать программа переселения граждан из аварийного жилья. До 1 сентября 2025 года в Тверской области расселят людей, которые проживают в помещениях, признанными аварийными с 2012 года по 2017. Программа реализуется поэтапно. На первом этапе улучшат жилищные условия 522 человека из Твери, Ржева, Торжка, Зубцовского, Конокопского, Торопецкого и Бельского районов. В новые квартиры уже переехали 227 человек. На второй этап региона выделяется 317,6 миллионов рублей, со стороны области порядка 50 миллионов рублей. Новое жилье получат 506 человек, которые будут переселены из 220 аварийных домов. Самыми масштабными станут 4, 5 и 6 этапы. Они охватят более 20 муниципальных образований. Мы тоже понимаем, что граждане, которые проживают в этом жилье, сейчас имеют возможность улучшить жилищные условия. Ну а соответственно на том месте, где стояло ветхоаварийное жилье, можно будет уже реализовывать новые проекты, в том числе бизнесу, с использованием таких новых комплексных подходов по освоению территории. По заявлениям властей, дома, в которые переселяются жители, будут соответствовать всем требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству и придомовых территорий. В регионе уже разработаны типовые проекты решения домов, планировок квартир и благоустройства прилегающих территорий. Мы будем держать вас в курсе того, как идет процесс расселения граждан в более комфортные условия, особенно из ветхого жилого фонда.